Анна Николаевна Колосветова Работала, наш железзавод там был, в лесу возили бревна с прицепом, грузили мы, пять девчонок Работать и водить машину 17-летней девушке нравилось, но в ноябре 41-го года ее сняли с должности и в приказном порядке отправили в город Муром, где она и ее сверстники рыли противотанковые рвы для вражеской техники Анна Николаевна признается, что копать глубокие овраги было страшно и тяжело Глина, ладно бы песок был, а у нас глина сырая, на ложную тачку наверх вытаскивай вот, сложно, поесть нечего было На квартире там стояли, спали на полу там, несколько человек нас туда поселили, хлеб дадут немножко и все, все я даю Уже в конце 41-го года ее отправили домой, где женщина вновь стала работать водителем и до конца войны она развозила продукты питания нуждающимся В войну посылали в командировку, у меня в Нижний, там работала я, возила, значит, рожь, зерно, с этого на мельницу, мельницу мололи на муку, потом я развозила туда на это самое, на хлебзавод Ой, по магазинам, где хлеб пекут После войны Анна Николаевна переехала в наш город и в 59-м году начала свою карьеру Сначала работала заправщицей, после кондуктором автобуса, а уже с 71-го года трудилась в сфере строительства Сегодня лацканы пиджака Анны Николаевны украшают множество наград и на особом месте медаль за доблестный труд в годы войны В конце мая Анна Николаевна отметит 95-летний юбилей Субтитры создавал DimaTorzok